всем привет ко мне поступали вопросы как сделать полосатые носочки как поменять правильно ниточку присоединить в общем в этом видео уроке я вам покажу на примере вот таких небольших носочков для новорожденных в них конкретно в этих 11 сантиметров длина стопы в общем я на примере вот таких небольших носочков покажу как я меняла ниточку вот смотрите у меня вот такими вот полосочками получились внутренней стороны перемена ниточек в общем если вам понравилось присоединяйтесь мы начинаем вязать и обязательно по ходу вязания я вам буду показывать как вязать на примере одного носочка я буду вам показывать как вязать второй носочек учитывайте мои рекомендации по поводу изготовления второго носочка для вязания вам понадобится пряжа я взяла alize lana gold fine остаточки розового цвета и темно-синего спицы для вязания 5 чулочных спиц три с половиной я взяла крючок для заправки кончиков ножнички для обрезания ниточек и два вот таких бантика для пары носочков берем пряжу начального основного цвета у меня это синий и набираем 33 петелечки две начальные петелечки я набираю на одну спицу затем приставляю вторую и да набираю 3 4 5 6 7 8 32 33 теперь вытаскиваю спицу на которой начальные две петельки но на ней оставляю 8 петель и 2 4 6 8 затем на каждой последующей спицы мы будем оставлять по 8 петель и берете вторую на вторую 8 2 4 6 8 на третью 2 4 6 8 и на 4 у вас должно остаться 9 петель и на последнем теперь берем коротенькую ниточку вытаскиваем наверх а длинной продолжаем вязать вот таким образом мы сейчас будем замыкать вот такой круг как мы это делаем смотрите берем с нашей последней спицы на которой у нас 9 петелек возвращаем на четвертую спицу то есть первую которую мы набирали на которую начальные петельки и как бы одеваем последнюю петельку на первую то есть вот так и затягиваем коротенькую тянем наверх ниточку а которой вязать ходовую ниточку будем тянуть вниз то есть таким образом мы затянули и замкнули круг продолжаем вязать мы с первой спицы будем считать что вот эта ниточка у нас начало ряда и начинаем вязать первая петля лицевая затем 2 изнаночная 3 лицевая 4 изнаночная я советую вам спицы положить как бы на рабочее место где вы будете вязать чтобы они у вас не вытаскивали дальше продолжаете лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда таким образом мы начинаем формировать резинку один на один конец ряда у вас изнаночный теперь начало следующего ряда у вас тоже будет лицевая изнаночная лицевая изнаночная где у вас лицевые петли там будут лицевые где изнаночные там изнаночные кому нужно более подробное описание как вязать резинку 1 на 1 можете посмотреть моих предыдущих видео уроков теперь мы вяжем резинкой 1 на 1 первые 12 рядов то есть заканчиваем вязать 12 ряд доходя до нашей ниточки то есть вот этой начальной вот начало ряда и тут же конец ряд вот сейчас я довязываю четвертую спицу тут тоже лицевая изнаночная лицевая изнаночная до конца довязываем и продолжаю второй ряд лицевые над лицевыми изнаночными над изнаночными еще раз повторюсь вам нужно провязать 12 рядочков довязали 12 рядочка и теперь к нашей ниточке основной не отрезая ее обязательно просто привязывайте дополнительную ниточку дополнительный цвет какой у вас просто привязывайте не надо отрезать ничего не это у нас будет связной такой целостной ниточкой целостным полотном после того как вы привязали ниточку другого цвета вы основного цвета просто оставляете за работой и продолжаете вязать этим розовым вот у меня дополнительные розовый я буду говорить розовым цветом продолжаете как вязать просто лицевыми то есть где у вас были лицевые так и провязываете лицевыми где изнаночные за заднюю стенку тоже провязываете лицевыми лицевые за переднюю стенку заднее изнаночные за заднюю стенку полностью весь ряд провязываем лицевыми почему я говорю изнаночные вяжите за заднюю стенку потому что у вас будет как бы ну перекрещенная петелька если вы будете изнаночную вязать за переднюю стенку в общем вяжите полностью весь ряд лицевыми провяжем ряд этот лицевыми дополнительным цветом и следующий то есть эти два ряда у вас будут лицевыми розовым или какой у вас там дополнительным цветом довязали второй ряд дополнительным цветом а теперь просто не отрезаем ниточки ничего просто достаете ту ниточку которая была за работой основного цвета и продолжаете вязать так будем считать от резинки третий ряд третий и четвертый ряд мы вяжем основным цветом то есть у меня это темно-синий у вас какой у вас то есть продолжаем вязать тем первоначальным цветом два ряда лицевыми теперь смотрите вы после того когда вяжите синий цвет два ряда вы снова ниточку оставляете за работой берете розовую и розовой продолжаете снова два ряда провязывать лицевой полностью все вязание у нас в принципе будет лицевой гладью то есть чулочной вязкой смотрите вам нужно провязать высоту носочка до пяточки у меня например я буду вязать четыре ряда розовой ниточкой то есть не ряда а так сказать 4 отрезочка ну то есть по два ряда четыре раза розовой буду менять и три раза вот этой темной ниточкой темно-синий буду менять три раза когда я довяжу уже высоту своего носочка до пяточки я вам покажу как мы будем провязывать пяточку носочка провязали 4 полосочки розового 3 полосочки темного и снова меняем цвет на темный провязываем первую вторую спицу как всегда лицевыми петельками темным цветом и так первое 8 2 8 далее 3 8 и 4 8 но 3 и 4 мы провязываем на общую спицу то есть считаем у нас на спице должно быть 16 петелек то есть с первой спице 8 и со второй спице отлаживаем пока спицу одну со второй спице 8 обратите внимание 3 4 спица провязанная на одну теперь разворачиваем вязание на изнаночную сторону и с изнаночной стороны продолжаем вязать изнаночными петельками наши 16 провязанных петелек и так провязываем 2 получается это уже ряд темным цветом изнаночной второй теперь далее разворачиваем на лицевую сторону провязываем третий ряд лицевыми на лицевой стороне четвертый провязываем на изнаночной стороне изнаночными в общем на изнаночной стороне мы провязываем изнаночными петлями на лицевой стороне лицевыми петлями таким образом мы провязали в третий ряд. Сейчас разворачиваем снова. Последнюю кромочную провязывайте изнаночной. Первую петельку обязательно снимайте, не провязанной. Вот сейчас четвертый ряд. Всего нам таких рядочков нужно провязать 12. То есть, 4 мы с вами вот сейчас провязали. И еще вам нужно довязать самостоятельно 8 рядочков. Туда, обратно, лицевой гладью. Последняя кромочная изнаночная и в изнаночном и в лицевом ряду. Первая снимается. Мы сейчас с вами связали высоту нашей пяточки. 12 рядочков. Теперь мы приступаем к вывязыванию самой пяточки. У вас на спице 2 по 8, то есть 16 петелек. Вам этих 16 петелек нужно поделить на 3 ровные части. Так как 16 на 3 не делится, то в серединке я по бокам оставляю по 5 петелек. А в серединке у меня будет среднее 6 петелек. Таким образом, как бы визуально поделите их как бы на 3 части. Либо отметьте какими-то кусочками ниточки, чтобы вам было проще. Но, честно говоря, здесь пяточка маленькая. И я поэтому не буду отмечать для себя. Я просто буду считать. Первую петельку снимаете. Затем провязываете вторую лицевую, третью лицевую, четвертую лицевую. Когда мы дошли к пятой, то мы пятую и первую со средней провязываем вместе. Но для того, чтобы у нас красиво легли петельки, поверните их такой стороной, чтобы у вас главной была вот эта первая петелька из 6 вторых. Ну, то есть, как бы поворот косички был на правую сторону. То есть, вы как бы петлю на петлю наложили. Теперь отсчитываем средние. Это была первая петля. Мы провязали ее с последней боковой. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестую провязываем вместе с первой боковой пятой вместе за заднюю стеночку. То есть, вот, смотрите, как вы держали их, так и провязываете. Здесь она у нас главная, поэтому мы ничего не меняем, как бы направление никакое. Она у нас главная и так и остается. Не довязывая последние четыре петельки, мы разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую снимаем, не провязывая, и считаем. Это у нас первая средняя, вторая, третья, четвертая, пятая, шестую, и получается с первой нашей части четвертую мы провязываем вместе, но изнаночной. То есть, смотрите, с лицевой стороны мы будем провязывать две вместе лицевой, с изнаночной стороны две вместе изнаночной. Таким образом, у вас по серединке всегда будет шесть ваших средних петель, а с боковых частей постепенно уменьшаться на одну петлю. То есть, смотрите, мы снимаем, не провязывая первую нашу петельку, затем считаем вторая, третья, четвертая, пятая провязываем, шестая и первая боковая провязываем вместе лицевой. Снова разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первая снимаем, вторая провязываем изнаночной, третья изнаночной, четвертая изнаночная, пятая изнаночная, шестая и первая боковая вместе изнаночной. Далее снова разворачиваем на лицевую сторону, Снова первую снимаем, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая, две вместе лицевой, шестая и первая сбоку, крайняя. Теперь разворачиваем, первую снимаем непровязанной, вторую изнаночной, третью изнаночной, четвертую изнаночной, пятую изнаночной, шестая вместе с крайней, вместе изнаночной. Разворачиваем. Первую снимаем. Затем вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая, шестая и крайняя вместе лицевой. Разворачиваем. Первую снимаем. Вторая изнаночная, третья изнаночная, четвертая изнаночная, пятая изнаночная, шестая вместе с последней боковой, изнаночная. На лицевую сторону разворачиваем. Первую кромочную снимаем. Затем вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая, шестая вместе с последней крайней лицевой. таким образом мы сделали с вами пяточку очень простым способом я легче этого способа честно говоря не знаю то есть куда уже легче в общем таким образом чаще всего вывязывается мысок пинеточках спицами то есть вывязывается носковая часть где пальчики и пяточка вывязывается теперь обратите внимание у нас так сказать нечем продолжать вязать носочек поэтому мы сейчас должны набрать петелечки делим на две части нашу часть где носочек то есть 6 пополам и на вот эту часть где у нас ниточка так сказать мы должны набрать петельки но так как я принципе на всех носочках вывязываю как бы подъем делаю то я буду сейчас набирать на одну петельку меньше то есть если у нас первоначально было 8 петель и то сейчас я буду после пяточки набирать только 7 петелек то есть три у нас набраны пропускаю одну мне нужно набрать 4 1 2 3 и 4 петельку я вам предлагаю набрать как бы так аккуратненько с боковой части чтобы у вас не было дырочки то есть набирайте так чтобы не было дырки таким образом я набрала у меня на спицы 7 петелек приступаю ко второй спицы чтобы у меня вывязать правильно подъем я из этих частей должна убавить по одной петелечки значит что я делаю первые две петельки провязываю вместе лицевой смотрите продолжаю я обязательно темным цветом у нас сейчас и сейчас идет чередование темного цвета поэтому я довязываю второй ряд темным цветом и просчитайте у вас должно быть 7 петелек так как вы одну убавили следующие петелечки к следующей спицы приступаем провязываем первые 6 петелек 2 3 4 5 6 и снова нам две последние нужно убавить провязать одной петелечкой но так как они у нас повернуты некрасиво и будут перекрещены то я их поворачиваю такой вот стороной как бы косичкой на левую сторону а затем две вместе провязываю лицевой таким образом я сделала красиво убавление и у меня на 2 спицы теперь уже получается на 3 по счету тоже 7 петель и у меня осталась последняя спица где я должна так сказать сделать прибавление и так здесь у меня три как всегда спицы носочные пяточные я должна 4 прибавить но как я делаю смотрите я красивенько из вот этих петель и вывязываю 44 петельки набираем 1 2 3 и 4 у меня получается одна такая вот часть дырочка пропускается вы ничего страшного довязывайте эти три которые у нас где пяточка были и вот таким образом у меня набраны всем петель вот этот вот эту часть так сказать где у нас набраны первые петельки я вам предлагаю как обычно рекомендуют провязывать скрещенными петлями но честно говоря я скрещенными петлями никогда их не провязываем не нравится как ложится это часть я их провязываю просто лицевыми если у вас будут получаться дырочки какие-либо лучше провяжите скрещенными и так довязываем до момента перемены цвета перемены ниточки и я продолжаю уже обратите внимание другим цветом то есть чтобы у меня было не нарушено продолжение перемены цвета если же у вас здесь получается какая-то либо дырочка попробуйте по-другому то есть распустите одну эту петельку и под попробуйте по-другому здесь вот либо скрещенную петельку провязать либо ну в общем что-то поменяйте чтобы у вас не было дырочек здесь по бокам меня в принципе дырочек нет поэтому я ничего менять пока не буду я по ходу вязания потом посмотрю и вам если что подскажу и так продолжаем розовым цветом обратите внимание там где у нас вот это начало было так сказать ряда перемещения цвета так я и продолжаю здесь менять ниточку то есть у меня с боковой части будет перемена ниточки продолжаете вязать вторую спицу затем третью спицу четвертую затем провязываете второй ряд таким же цветом здесь тоже самое если у вас получается какая-то либо дырочка вам что-то нужно здесь поменять если дырочка незначительная то так и оставляете если большая то либо скрещенную петельку провяжите вот видите у меня здесь небольшая дырочка с этой стороны получается я беру последнюю петельку при распускаю и здесь меняю что-то то есть чтобы у меня не было дырочки я поменяю вот так вот захватывая уже в другую петельку делаю вот смотрите у вас получается свободная розовая ниточка и темная синие чтобы здесь не было дырочки я вам предлагаю вот здесь вот получается когда вы набирали петельку провязать либо ее перекрещенной либо где-то в другом месте набрать петлю чтобы у вас не была дырка можете захватить соседнюю петельку вот так вот чтобы у вас принципе не было дырочки а затем перекрещенной провязать то есть вот смотрите видите дырки нету либо вот допустим у вас две ниточки свободное о чем я говорила что обязательно обращайте внимание чтобы не было дырочки либо вот так вот за розовую захватить и затем перекрещенную сделайте темно и розовую снова якобы как бы провязали вот для чего нам нужен крючок для того чтобы вот эти дырочки убрать вот смотрите у меня дырочки нет я продолжаю дальше в общем меняете суть такая чтобы вы поменяли расположение петелек чтобы у вас не было дырочек теперь продолжаете вязать розовым цветом либо какой у вас там дополнительный цвет вот смотрите вы довязали розовый второй ряд снова делаете розовым затем меняете на синий смотрите теперь объясню для тех кто будет вязать вторую пару скажем так пару носочку но я думаю что если вы вяжете сейчас первый то вам по-любому понадобится рекомендация по поводу провязывания 2 носочки смотрите здесь мы получается провязывали с вами 4 полосочки розового цвета три темного цвета и здесь у вас вы начинали пяточку вывязывать то есть высоту пяточки с 3 4 спицы вы совмещали на одну спицу 3 4 при вывязывании пары у вас вот это совмещение ниточек смещения должно быть во внутренней стороне как бы вот от 1 носок у вас если вы одеваете вот мы сейчас вяжем с вами левый то если вы будете вязать правый он должен быть зеркальном отображении то есть у вас внутренней стороны также должны находиться перемена ниточек как вы провязываете смотрите вы дойдя до темного цвета провязывайте полностью ряд темного цвета а затем совмещаете первую и вторую спицу то есть набираете высоту пяточки вы не с 3 4 спицы а с 1 и со 2 2 ряда темного цвета запомните это пожалуйста в общем сейчас мы продолжаем вязать розовый затем меняем на темный затем меняем на роза в общем у вас розового цвета и должны вы закончить розовым цветом пять таких полосочек то есть если вы сверху вязали 4 розовых полосочки то вам нужно закончить после пяточки уже петь пятью розовыми полосочками то есть мы закончим Я с вами встречусь на том моменте, когда вы провяжете чередование пяти розовых ниточек и будем менять на темный цвет, уже получается пятого темного ряда. В общем, продолжаете вязать длину носочка. Довязали длину нашего носочка и сейчас розовый цвет можете обрезать. Ну, немножечко оставьте для того, чтобы спрятать кончик, немножечко длины, там буквально сантиметр-полтора оставьте. Теперь приступаем к окончанию нашему. Для этого завязываете, получается, розовый цвет к темному и теперь вяжем таким образом. Первый ряд провяжите полностью темным цветом до конца, а потом первые пять петелек провязываете лицевой. Один, два, три, четыре, пять. А две последние петельки поворачиваете следующим образом. Смотрите, вы сняли их на спицу, а теперь за заднюю стеночку снимаете вот таким образом, разворачиваете. И за заднюю стенку провязываете две вместе. И также последующие все петельки провязываете первые пять лицевой, а затем две последние разворачиваете, вот, снимаете просто на правую спицу, а затем за заднюю стеночку, как бы, переснимаете на левую спицу. И две вместе провязываете лицевой. Для чего мы разворачиваем? Для того, чтобы у вас красиво ложились ровненько петелечки. Один, два, три, четыре, пять. Снова две последние разворачиваем. Четвертая спица точно так же. Один, два, три, четыре, пять. И последние две разворачиваем, две вместе лицевой. Теперь провязываем уже четыре лицевые. Один, два, три, четыре. Две последние разворачиваете и две вместе лицевой. Снова вторую спицу. Один, два, три, четыре. Разворачиваете две последние и две вместе лицевой. Так убавляете до тех пор, пока у вас на каждой спице не останется по две петелечки. Дошли до момента, когда у вас осталось по две петельки на каждой спице. Так же первую пару на первой спице мы разворачиваем и провязываем вместе одной лицевой. А теперь отлаживаем одну освободившуюся спицу и с первой на вторую просто переодеваем петельку. Теперь вот эту вторую и третью на спице переодеваем на первую. Отлаживаем спицу, которая освободилась. На, получается, уже третью спицу переодеваем петелечку и снова вторую, третью петельку со спицы переодеваем на первую. Освободившуюся убираем. И на последнюю спицу переодеваем петельку и снова вторую, третью на нее одеваем. Как бы нанизываем протяжками на крайнюю петельку провязанную. Таким образом мы собрали все полностью петельки. И теперь делаем как бы такую воздушную петлю. Хотите, возьмите крючок, хотите спицей. И обрезаете ниточку. И хорошо затяните нашу воздушную петлю, которую мы сейчас сделали. Таким образом вы закрепили в носочке последний штришок. Ниточку закрепили. В итоге, смотрите, носочек наш связан. С внутренней стороны, как вы видите, у нас как шло перемена ниточки, так она до конца и была с этой же стороны. Посмотрите. С внешней стороны, это получается у нас левый носочек. С внешней стороны красивая и ровная сторона полосочек. Это внутренняя сторона, так скажем. Вам осталось вот эти вот кончики вывернуть наизнаночку. Точно так же вот этот кончик наизнаночку. Все полностью вдеть. И с изнаночной стороны, там где мы с вами присоединяли розовую ниточку, с этой стороны, для того, чтобы ей провязывать. И закрепляли розовую в конце. Нам нужно их продеть красивенько между нашими швами внутренними. Как бы между внутренними газаниями, петлями. И обрезать. Точно так же вот эти. И последнее, что мы должны сделать, это пришить наши бантики. Вот таким образом. Пришивайте на внешней стороне бантики. Теперь, по поводу рекомендаций для вывязывания правого носочка. Смотрите, я вам здесь говорила, как правильно вывязать пяточку. То есть, высоту набираете на первой и второй спице второго темного ряда. Затем здесь, при вывязывании мыска, мы сейчас с вами закрывали и поворачивали две последние петельки. При изготовлении правого носка, я вам советую две первые вместе провязывать лицевой без поворота. Просто провязывать две первые. Почему? Потому что сейчас, смотрите, когда вы вот так вот вывернете мысок, вот так вот, чтобы у вас как бы вершина была вместе, у вас поворот идет направо. Если вы будете сокращать две первые петельки, у вас будет поворотик налево. То есть, как бы, чтобы у вас получилось в зеркальном отображении закрытие мыска. И точно так же, если вы здесь провяжете правильно пяточку, то у вас изменение цвета ниточки вот этой будет так же с внутренней стороны. То есть, как бы, вот таким образом. Вот. Когда вы свяжете второй правый, у вас получится в зеркальном отображении изменение вот это перемена цвета. И вам осталось всего лишь поубирать кончики и пришить бантик. Ваши носочки готовы. Если вам понравился мой видео урок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова